Братишка, если тебе надо 100 голды, то пожалуйста поставь лайк, подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий, плюс свой айди. Победителю я напишу лично и вручу его приз. Приветик всем ребята, Кента пока на проводе и сегодня я проведу небольшой эксперимент в замечательной игре под названием Stand Off 2 и мы ребята узнаем где и как можно получить как можно больше монет и как можно больше опыта на каком режиме. Так что ребята ставьте лайк, а мы начинаем. Поехали! И наш первый режим это ребята командный бой. Мы поиграем тут полностью всю каточку и ребят посмотрим сколько опыта я получу и сколько монет я тоже получу. Ну чё, поехали. Не блин, всё-таки командный бой это довольно-таки весёлый режим, потому что тут никогда скучно не бывает. Вот где-где, ну командный бой это чисто мясо. Короче ребят, если вы играете на этой карте, то всегда залезайте на эту вышку, потому что ребят это просто имба-место. Тут меня никто не может убить, у меня стата 1 к 6. Ребят прикиньте какая стата, ну камон. Поэтому всем рекомендую именно это место. Мы закончили первую каточку и я получил 420 опыта. Также ребят, я получил 50 монет и конечно это очень хороший результат. Ещё раз напоминаю то, что это был командный бой. Ну а теперь мы идём играть дальше. И это наш следующий режим закладка бомбы. И мне очень интересно, где же всё-таки выгоднее фармить в себе опыт и монеты. На командном бою или на закладке бомбы. А вы ребята, напишите ваше предположение прямо сейчас, снизу в комментариях. А почему я один иду? Где вся моя тема? Ой блин. Ребят, всё плохо. Опа, минус 1, ништяк. Чё, кто следующий? Опа. Да, мы это сделали. И опять самый ценный игрок, когда кентопк. Кто бы сомневался. Оуе. Ну я, ребят, опять на самом дне по статистике. Надо, короче, подниматься вверх. Так, интересно, сколько я сейчас получу опыта. Так, 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 и монеток. 425 опыта. Слушайте, ребят, вообще неплохо. Очень даже неплохо. Я, честно говоря, думал, что я получу меньше. Но вот правда, монет всего лишь 3. И то за удачу, это как-то не ахти. И наш третий заключающий режим, это гонка вооружений. Конечно, есть и четвертый режим, но его в скором времени отключат. Поэтому я его в расчет брать не буду. Гонка вооружений. Я на этом режиме играю крайне редко, потому что я его немножко недолюбливаю. Но ради вас, конечно же, я в него поиграю. Так что это еще один повод поставить мне лайк и подписаться на мой канал. Ну что же, а мы идем дальше. Опа, шпуньк, минус 1. А, не, не минус 1. Ну, я пытался, я пытался. Ай-яй. Ай-яй. О, да, детка, минус 3. Ай, блин, убили. А, у них уже тоже ВП есть. Вот они говнюки. Мы проиграли ровно 5 минут. Это вдвое меньше, чем обычно. Я получил 175 опыта. То есть, если бы я играл, как и на остальных режимах, я бы получил бы 350. Но это маловато. Ребят, из-за моей вебки не видно, я получил 10 монет за удачу. Скажу так, это, конечно, хорошо. Но, ребят, хотелось чего-то побольше. Подведем небольшие итоги. Самый выгодный режим для фарма опыта, это 100% закладка бомбы. А если вы играете хорошо, то на этом режиме вы сможете получать, ну, минимум 600 опыта. Я играю среднее. И, тем не менее, я вот только что играл и получил 600 опыта. И, при том, времени потратил я даже меньше, чем в командном бою. Поэтому я всем рекомендую играть именно в закладку бомбы. И этот режим еще веселее даже. Поэтому вот так вот. По поводу фарма монет, я понял, что на них смотреть даже не надо. Потому что монет дается так мало, что проще или посмотреть рекламу, или потрейдить. Кому интересны подобные темы, ребят, поставьте лайки. Я вам сниму отдельное видео и расскажу, как можно много фармить монет. Много и выгодно. Короче, ребят, ставьте лайки, пишите хорошие комментарии и подписывайтесь на мой канал. С вами был ваш Кент, и пока. Всем удачи и всем пока-пока-пока.